Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. В Иране начинается охота на врагов народа из-за Израиля. Недавние атаки на иранские стратегические объекты и лиц, причастных к иранской ядерной программе, подтолкнули руководство страны заявить уже вслух, что существуют многочисленные подозрения в том, что у Израиля есть тайная эффективная сеть агентов внутри Ирана, и что иранские службы безопасности не в силах ее раскрыть. За 9 последних месяцев Иран сотрясла целая череда спланированных атак. Сначала убийца на мотоцикле застрелил высокопоставленного члена террористической группировки Аль-Каида Абдаллу Ахмеда Абдаллу, получившего убежище в Тегеране. Затем главного ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде расстреляли из радиоуправляемого пулемета. А ключевой иранский ядерный центр в Натанзе дважды подвергался разрушительным атакам. В иранском парламенте Менжлисе заявили, что Иран превратился в убежище для шпионов и диверсантов, и призвали к перестройке аппарата безопасности страны, а также к отставкам высших должностных лиц органов разведки. В минувшие выходные по иранскому государственному телевидению была показана фотография мужчины, 43-летнего Ризы Кареми, который, как утверждалось, был виновником саботажа, вызвавшего взрыв на заводе по обогащению урана в Натанзе в прошлом месяце. Но непонятно, кто он, действовал ли в одиночку и вообще реальный ли это персонаж. В любом случае, как сообщило Министерство разведки Ирана, он бежал из страны еще до диверсии. По мнению иранских аналитиков, эти атаки представляют собой спланированную деятельность разведки Израиля и США по подрыву режима в Тегеране, главной деятельностью которого сейчас является военная ядерная программа и разработка высокоточных ракет для Хизбаллы. Как заявляют специалисты, Израилю было бы трудно проводить эти операции без помощи внутри страны иранцев-пособников. За последнее десятилетие сотрудники служб безопасности Ирана обвинили нескольких иранцев с участием в операциях, проводимых израильскими спецслужбами, и показательно их казнили. Но последние события также запятнали репутацию разведывательного крыла стражи исламской революции, которая отвечает за охрану ядерных объектов и ученых. Вице-президент Ирана Эшак Джахенгири заявил, что подразделение, ответственное за безопасность в Натанзе, должно нести ответственность за свои провалы. Однако стражи исламской революции подчиняются только верховному лидеру Ирана, Аяталле Али Хаменеи, и пока нет никаких признаков перестановок в этом ведомстве. В самом Израиле полный политический тупик. Премьер-министр Израиля Бениамин Натанягу взвешивает возможность отказаться от дальнейших попыток сформировать коалицию. Согласно опубликованной сегодня информации, окружение Натанягу советует ему вернуть мандат президенту уже сейчас, за две недели до истечения срока. По мнению источников Ликуди, блок противников Бениамина Натанягу сейчас не готов формировать правительство, и неожиданное получение мандата может поставить их в тупик. Помимо этого, в Ликуде убеждены, что шансы сформировать правительство во главе с Бениамином Натанягу равны нулю, и поэтому нет смысла тратить время, удерживая мандат. Предложение отказаться от мандата на формирование коалиции и правительства возникло после поражения, которое потерпел Ликуд накануне, в ходе голосования по составу Организационной комиссии КНЕСИТА. Ликуд не сумел добиться своего, несмотря на то, что незадолго до голосования премьер пришел к соглашению с лидером партии Ямина Нафтали Беннетом, согласно которому Ямина обязалась поддержать состав, важнейшей парламентской комиссии, предложенной блоком сторонников премьер-министра. Тем не менее, закулисное соглашение между партиями Еш-Атид и арабской РААМ привело к тому, что оппозиция одержала победу. В соответствии с утвержденным предложением, блок противников Натанягу имеет в Организационной комиссии 16 мест, блок сторонников премьер-министра имеет 14 мест, Ямина имеет два места и партия РААМ одно. Если Нафтали Беннет примет решение продолжать союз с правым блоком, как это произошло накануне, то в комиссии будет равенство, и решающим станет голос представителя арабской РААМ. Организационная комиссия является главным органом управления работы парламента в период отсутствия коалиции. Именно от решений этой комиссии зависит, какие законы будут продвигаться, а какие нет. Эта комиссия формирует и временный состав постоянно действующих комиссий парламента, таких как Комиссия по иностранным делам и обороне, а также Финансовая комиссия. Возглавляет Организационную комиссию депутат Кнеста от партии, формирующей коалицию. В настоящий момент ее возглавляет пока соратник Натаньягу от Ликуда Микки Зуар. Накануне комиссия собралась на первое заседание, в ходе которого должны были быть избраны временные вице-спикеры, а также сформированы составы постоянно действующих важнейших парламентских комиссий. Однако у предложений Ликуда не было большинства, а депутат Зуар отказался ставить на голосование предложение блока противников премьер-министра. Поэтому заседание завершилось без каких-либо решений и работа Кнеста по-прежнему парализована. Прошло уже несколько недель после выборов, а комиссия по иностранным делам и обороне, которая должна постоянно контролировать работу правительства в сфере внешней политики и безопасности, все еще не сформирована. Это первый подобный случай в истории государства Израиль. Поражение на голосовании по составу организационной комиссии нанесло и серьезный моральный урон Ликуду. Решение арабской партии РАМ голосовать с противниками Натаньягу продемонстрировало, что партия Мансура Аббаса не является заведомым партнером Ликуда. «Мы говорили и продолжаем говорить, что не являемся автоматическими партнерами кого-либо. Мы принимаем решения, исходя из наших собственных интересов», объявил лидер партии РАМ Мансур Аббас в интервью СМИ. Он по-прежнему пытается, что называется, продать себя подороже. По его словам, решение поддержать противников Натаньягу на этом голосовании также ничего не говорит о дальнейших действиях РАМ при формировании коалиции. В то же время Аббас потребовал от партии религиозных сионистов прекратить кампанию клеветы в отношении арабской партии. «Более двух недель Бецалель смотрит, чьи его товарищи по партии называют нас сторонниками террора. Это кровавый навет, не имеющий ничего общего с реальностью. Но если они продолжат высказываться в подобном духе, мы точно не сможем поддержать правительство Натаньягу, в которое они входят», заявил Мансур Аббас. На фоне тупика, в который зашли коалиционные переговоры и поражения на голосовании по составу организационной комиссии Кнессета, в блоке сторонников Натаньягу заговорили о неизбежности смены власти. «Мы понимаем и осознаем, что находимся на пути в оппозицию», заявил Микки Зуар. Он добавил, что главой оппозиции будет Бениамин Натаньягу. «Могу вам обещать, что легкой жизни у будущей правящей коалиции, если мы окажемся в оппозиции, не будет никогда», добавил грозно Микки Зуар. В ультраортодоксальных партиях союзников Натаньягу также начали заявлять, что, вероятнее всего, предстоит смена власти. «65% вероятности, что будет создано правительство Лапида Беннета. 25% вероятности, что мы идем на пятые выборы. И только 10% вероятности, что Натаньягу все же удастся сформировать коалицию», заявили сегодня СМИ представители ортодоксов от еврейства Торы. «Будущее коалиции зависит в настоящий момент от решений Нафтали Беннета. Он до сих пор не озвучил свою позицию по вопросу о прямых выборах главы правительства. На заседании фракции Ликут, состоявшейся через несколько минут после завершения очередной встречи Натаньягу и Беннета, Премьер призвал накануне лидера Ямины поддержать его. «Я призываю Беннета прекратить бег в сторону левого правительства заодно с Абудой и Мерец и призываю его поддержать предложение, с которым согласно подавляющее большинство его правых избирателей», заявил Натаньягу. В политических кругах, между тем, полагают, что Беннет примет решение о том, к кому присоединиться в последние дни срока действия мандата Бенниамина Натаньягу. В больницах Израиля, тем временем, одно за другим закрываются коронавирусные отделения. Закрылись палаты для коронавирусных больных в госпиталях Гилель-Яффе, Пория и Зив. Правда, в стационарах увеличился наплыв больных с другими болезнями, которые ждали целый год и могли отложить лечение. Накануне было сделано 37 тысяч коронатестов, и всего 0,4% оказались положительными. Это значит, что в Израиле сейчас 141 новый больной коронавирусом. Активными больными считаются чуть более 2000 человек. Тяжелых пациентов 201. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены уже всего 113. Одну дозу вакцины уже сделали 6 миллионов израильтян, и почти 5 миллионов привиты дважды. Все населенные пункты в Израиле теперь так называемые «зеленые». Опасностей коронавирусной эпидемии больше нет. Разрешено ходить без масок на улицах. Восстановлено в полном объеме учеба в школах, и данные в системе образования обнадеживают. Болеющими короной считаются 604 ученика и всего 56 учителей по всей стране. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин